Представьте себе, что у нас есть окружность радиуса 1. На ней какие-то точки координатов xy, которые мы будем записывать в виде x-1. Что значит окружность радиуса 1? x2 плюс y2 должна быть единица. То есть, другими словами, z умножить на z с чертой – это единица. О том, какие же точки с рациональными координатами лежат на окружности. Это на самом деле задача о решении натуральных числах уравнений. У числа x правильный знаменатель. У нечисла y есть знаменатель. Можно привести к общему знаменателю и принять его сюда, что квадрат числа – это сумма квадратов. Замечательно. Оказывается, если понимать, что существуют комплексные числа, то можно записать следующую замечательную форму. Единица плюс z – это z умножить на z с чертой плюс z. Для тех, кто не знает, что будет числа, давайте я напомню. z с чертой – это x минус y. И – это поворот на 90 градусов. То есть, if в квадрате – это минус единица. Почему вот это уравнение равносильно этому? Очень просто. Потому что можно разложить как x плюс y умножить на x минус y. Замечательно. А теперь смотрите. Отсюда же можно z минус. Получится такой раз. 1 плюс z – это z умножить на 1 плюс z с чертой. Значит, число z – это 1 плюс z разделить на 1 плюс z с чертой. Хорошо. Что бы это могло на самом деле значить? Давайте подумаем. Можно ли из этого выключить какую-то, что называется, понятную форму? А на самом деле нужно. Смотрите, смотрите, в чем дело. У нас здесь, как сказать, у нас здесь написано число, а внизу сопряженное. если я в качестве z сюда буду писать любое комплексное число, вообще любое предсказанное, то совершенно понятно, что модули этих чисел будут равны. Внизу написано число сопряженное к тому, что написано сверху. Значит, я сейчас могу продолжить запись. Беру 1 плюс a плюс b. Делю это на 1 плюс a минус b. Т.е. число z написал приизвольный а плюс b. Здесь так. Уже мне не важно, вот это а, они отсюда взяты или просто b. В любом случае все будет хорошо. Теперь, естественно, я умножаю числитель и знаменатель на a в 1 плюс a плюс b. Получится понятно, что? Получится 1 плюс a минус b умножить на 1 плюс a плюс b. Хорошо. 1 плюс b. Это так буду писать. 1 плюс a в квадрате. Минус b. Это, понятно, будет плюс b в квадрате. Теперь, что здесь? 1 плюс a в квадрате. Да, что у нас там дальше? Плюс 2 раза 1 плюс a умножить на b. И минус b в квадрате. Ну, ребята, вы сами уже чувствуете, что вот это 1 плюс a, конечно, лучше бы назвать какой-то буквой c. И вообще лучше было записать так. Не 1 плюс z делить на 1 плюс z с чертой, а просто число делить на спряженное. Потому что спряженный каллим плюс z это и есть 1 плюс z с чертой. Ну хорошо, поехали. Это есть c квадрат минус b квадрат плюс 2b c и разделить на c квадрат плюс b квадрат. Таким образом, мы получили форму x это c квадрат минус b квадрат разделить на c квадрат плюс b квадрат. Смотрите, мы при помощи смешного приема сумели получить явную форму для точек на окружении. Поняли? В том виде, как я рассказывал, это выглядело как шутовство. Потому что я непонятно зачем записал такое равенство, при этом здесь написал за это не за счет. Но на самом деле есть такая теория. Я сейчас говорю для тех, кто немножко изучал теорию Гула. Знаю, что таких здесь не много, но на все себе еще не скажу. Если есть расширение группы Гула, которая циклическая, то элементы, у которых норма равна единице, представимы в виде отношения какого-то элемента поля к... Нужно брать не обязательно собреженные, а врождающие элементы той самой группы афтоморфизма. То есть, если вы наберете z делить на sigma от z, где sigma врождающая группа афтоморфизмов, то любой элемент их геничной нормы у вас предстает в таком виде. Это теорема Гильберта. Гильберт – великий аукраист 19-20 века. Он был в 1943 году, всю жизнь работал в Германии, всегда один из худнейших математиков из всех времен и народов. Великий, замечательный человек, очень светлый был, очень хороший человек. Так вот, в одну из его книг она была под номером 90. И с тех пор ее так и называют – теорема 90 Гильберта. Вот я вам сейчас показал, как при помощи самой теоремы 90 в интернете, в Екипедии, просто наберите, там и доказательства есть. Ну, опять же, для тех, кто знает Гильберта. Для тех, кто не знает, это будет просто пустые слова. А для тех, кто знает, прочитайте, получите удовольствие, значит, что будет теорема 90 Гильберта.